По колью Гомеля протягивается установка святочной атрибуты, кежихары города начинают набывать пиротехничные сродки. Выбор салютовых хлопушек сегодня самый разностайный, починающий от звычайных бенгальских огнёв и заканчивающий батареей салютов. Кошт в огненную ашу варьируется от 100 тысяч до 3 миллионов. На Новый год к нам приезжают покупатели, постоянные покупатели, которые приобретают пиротехнические изделия на большую сумму. Это было в районе 6 миллионов белорусских рублей. Инструкция по беспечному использованию салютов размешана на самих скрынках с продукцией. До речи, виды инструкции до кожного можно найти в интернете. Кроме того, покупникам выдаются брошюры с загульными правилами использования. Самое важное – дистанция. У фонтанов 5 метров, у сборок до 30 метров безопасное расстояние. Але навод такая разностайность сертификованных пиротехничных сродков не утрымливая аматоров фаер-шоу от другоделя. Саморобные хлопушки – одна из самых расповсюдженных причин травмов. У Беларуси в минулом году на передо дни нового года 20 человек потерпело от выбуха у петард. Их это только официйная статистика. Из характерных поражающих факторов при взрыве петарды можно указать на ожог, ожог пламенем. Обычно это ожоги неглубокие, первый, второй, иногда бывает третьей степени. А также повреждение кожных покровов. Як отношать урачи, колька с нешастных выпадков скоротилась за увядением у взрослого обмежевания продажу. Сегодня пиротехничные сродки не продаются особом, яким дняма 15-ти годов. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому в эти праздники нужно помнить в первую очередь о безопасности. Ведь совсем не хочется встретить Новый год в больнице с какими-то либо травмами. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».